25.07.2024, Василий Амсовский на Большем канале. Сделал уже ряд видео, ну вот появилось интервью, начал масс-медийно трудиться Сирский, чтоб он так трудился на фронте. Дал он интервью, как думаете, кому? Правильно, Гардиану, Туманному Альбиону, кому же что давать? Главный бенефициар от этой бойни межславянской и восточных славян, православных христиан, кто, конечно, только государство море, англосаксы, Туманный Альбион, это уже даже видно, должно быть, ну, даже тем, которые вообще не обладают никакими интеллектуальными ресурсами, кто не дал закончить бойню. Прекратить ее в апреле 22-го года, правильно, Боря Джонсон. Кто выступил сейчас, поехал к Трампу, а потом выступил с материалом, вроде как от Трампа, по модели окончания, плану окончания войны, то есть фальсифицировал ситуацию. Боря Джонсон. Кто постоянно сюда приезжал? Лиза Трасс, Суна, Кэмерон и все остальные. Они откуда? С Туманного Альбиона. Кто посадил Зеленского на заседание Кабмина? Социалисты или бористы? Как он там? Стармен? Правда, интересно, кто ручкался и целовался, обнимался с Зеленским? Карл Третий. То есть, куда ездил он первый раз с женой, там их принимал кто? Кэт принимал вместе с своим этим мужем, наследником Карла Третьего. То есть, куда ни кинь, везде получаются эти представители англосаксов. Ну и сейчас, фактически, они все время толкают Зеленского на продолжение бойни. И вот тут появилось интервью Сирского. Ну, давайте чуть-чуть про него. Это важно, я полагаю. Что же Сирский нам говорит? Что же он нам говорит? Говорит следующее. Видите, такой прямо весь боевой из себя. Я знаю, мы победим, и я знаю как. В интервью Guardian, тезисы определенные. Дал интервью английскому изданию. Рассказал там о соотношении сил на поле боя. Говорит, что такое соотношение, ну вот как бы в пользу России. Окупанты преодолевают по количеству техники вдвое, а то и втрое. У россиян возросло количество танков с 1700 до 3500. Артиллерии 4500 было, а стало 8900. Возникает вопрос, как это Сирский? Откуда у них могло возрасти, если на них такие санкции наложили? Западный мир. Значит, или санкций нету, или все перед этим вы все брыхали. Ну, это такое дело. Вторичное. Идем дальше. Ну, про F-16, понятно, говорит, будут работать в 40 километрах от поля боя. Это тоже понятно. Но они как бы смогут тоже бросать туда, на российскую территорию. Причем так будет по полной программе. Дальше. Ну, под прицелом там. Украина, беспилотники и так далее. По Крыму говорит, что у Украины есть план, как деоккупировать Крым. План есть, понятное дело. Я знаю, город будет, я знаю, садут свесть, когда такие люди в стране советской есть. Это мы слышали. Мы сделаем все возможное, чтобы добиться международного признания границ. А, добиться международно признанных границ 1991. Мы должны победить, чтобы освободить наших граждан. Так уже граждан не будет, сирский, которые находятся на оккупированных территориях. И там страдают. Так не на оккупированных тоже сирские страдают. Еще как страдают. Не меньше, чем на оккупированных. Уже не поймешь, где больше кого, кто страдает. Самое неотложное – это надо поиск новых людей на замену погибшим и раненым. Самое неотложное. Что без мобилизации он не может создавать необходимые новые резервы и бригады, поскольку Россия увеличивает свои свободные войска. Для нас очень важно, чтобы все граждане Украины выполнили свою конституционную обязанность. Я надеюсь, что после победы они смогут рассказать детям, где они были, где вы были, когда все граждане Украины воевали в столь ожесточенных боях. Вот в чем вопрос. Понимаете, какая интересная ситуация. Сирский заверил, что Украина делает все, чтобы победить в войне. Я думаю, что надо быть очень-очень смелым, чтобы сказать, когда мы победим. Мы делаем все для того, чтобы это произошло. Более важной задачи для нас просто не существует. Вот если так кратко. Можно взять там больше, это почитать все, детали. Вот из того, что я вам привел. Вы понимаете смысл высказываний данного человека? То есть смысл высказываний, что мясорубка по уничтожению русов, украинцев, славян, христиан, православных будет не только продолжаться, но усиливаться. И Сирский, и его окружение, и генштаб, и остальные на это нацелены, Павлюк. И они считают, что это конституционная обязанность украинцев, типа идти в армию и сдохнуть там. Ну так он читал там вторичный или третичный там пункт этой статьи. Там не так все сформировано, там не говорится, что надо пойти и принести себя в жертву под руководством разных людей, которые в силу каких-то обстоятельств вдруг заняли командные высоты. И мы уже видим с вами их некомпетентность и преступную халатность и вообще их действия. Возьмите к рынке. Сначала давайте накажем того, кто спланировал данную операцию, потом кто дал на нее добро. И определим, сколько людей погибших. Давайте их всех послушаем, живых оставшихся, сколько инвалидов. Вот давайте с этого начинать. И тогда мы увидим всю гниль, продажность, коррупцию, тупость, недоумие, совершенную антигосударственную позицию этих людей, которые сегодня занимают высшие посты и занимали в вооруженных силах Украины. Вот о чем речь идет. Дальше смотрите. Зирский совершенно не понимает, что Украина уже лежит в системной руине. Он не понимает это. Про таких людей вообще всегда говорят. У Козьмы Пруткова есть прекрасное выражение, у него афоризмы есть, что это есть люди, подобные флюсу. Они выйдут и с одной стороны, а дальше у них нет, они плоские. Вот это человек, который рассуждает о том, что надо всех на фронт забрать, в мясорубку, и что от этого будет какой-то результат позитивный. Вот это люди выпуклые с одной стороны. Абсолютно. Для того, чтобы функционировала армия, необходимо, чтобы была экономика, тыл был. Если тыла нет, если уже абсолютное большинство населения настроено, чтобы не участвовать в боевых действиях, Чтобы не идти на фронт, если люди не верят власти, ни политической, ни военной, Если нет денег, если не производится оружие, снаряды, артиллерия, Если то, что дают, в значительной мере разворовывается, а то, что доходит, доходит очень плохо. Если бригады не подготовлены, не вооружены, то, извините, как можно воевать? Как можно воевать? Страна банкрот, страна без света, скоро не будет еды, не будет воды, ничего не будет. О чем говорит этот Сирский? То есть он очень узкокомпетентен, очень узенько, очень узенько. Но тогда зачем давать интервью Гардиану и другим? Теперь давайте про... он говорил там про армию. Он называл такую цифру, что сколько у них в армии. Что сейчас, он сказал, что российская группировка насчитывает, типа было у них 100 тысяч, а сейчас 520 тысяч. А к концу 2024 года планируется увеличить ее численность, типа он знает, что Путин будет увеличивать, до 690 тысяч на фронте. Ну вот давайте обратимся к первоисточникам. Запомнили цифру, да? А первоисточники следующие. Вот указ президента Путина от 1 декабря 2023 года. Он заявляет следующее. Установить штатную численность вооруженных сил Российской Федерации на 2024 год в количестве 2 209 130 человек. Он про них говорит единиц. Не людей, а единиц. В том числе 1 320 000 это военнослужащие. Понятно, да? 1 миллион 320 тысяч. Порядка 300-320 тысяч это у них, как я понимаю, может чуть больше, это срочники. У них годичная форма службы и 2 раза в год происходит набор. Когда они начали геноцидную вторую фазу войны против Украины, агрессии, они прекратили демобилизацию срочников. Основная часть срочников подписывают контракты и их бросают в мясорубку с Украиной. Это сейчас было вот этих 140 тысяч, которых должны были демобилизовать. Где-то 140-150 тысяч набрали новых. Набирать становится на срочку все тяжелее, потому что народ не хочет идти. Потому что люди знают, что ничем хорошим там не закончится. Итак, у него где-то 1 миллион 309 тысяч должно быть военнослужащих. Что это для нас означает? Это означает, да, 1 миллион 320 тысяч. Всего 2 миллиона 209 тысяч. Вот эти 320 тысяч, это так можно полагать, что это срочники. А все остальные так или иначе должны находиться, это как профессиональная армия, контрактники. Сейчас они подняли единовременный подъемный для того, кто подписывает этот контракт. В среднем почти 21 тысяча долларов. Москва сейчас подняла почти там 20 тысяч, это почти 21 тысяча долларов выдаются человеку, который подписывает контракт. Единовременно, сразу, подъемный. Ну и потом соответствующие, что же за службу. То есть желающих идти и погибать в полях Украины становится все меньше. И их стимулирует деньгами, которые пока вроде как есть, благодаря нефти и газу и некоторым другим экспортным товарам. Но пыл, желание идти воевать в Российской Федерации тоже угасает. Не так быстро, как в Украине, но угасает. Дальше. Этот самый говорит, что их должно быть там, этот Сирский, сколько я назвал цифру, что сейчас больше полмиллиона на фронте с Украиной. А они хотят, они хотят сколько поставить? Они хотят поставить, чтобы их там было до 700 тысяч. Сейчас 520, они хотят 690, то есть на 170 тысяч увеличить. Это так Сирский считает. Но Сирский вообще понимает, про что он говорит или нет? Чтобы увеличить, что такое? Сейчас у них 500, мы говорим, 520 тысяч, а хотят 690. На 170 тысяч. Это получается, 170 тысяч, это получается на 30%. На 30% увеличить группировку. Это означает, что надо этих людей дать им полностью обмундирование, выдать им все вооружение, обучить их всех. Надо продумать, что они же должны питаться, надо им еду выдавать, надо их создать им все какие-никакие бытовые условия. Надо соответствующий объем вооружений, этой формы, комплекции, комплектов всех, соляр, дизеля, бензина, военной техники, подвоз этого всего. Вообще понимаете? То есть надо посчитать, что им надо, чтобы на эти 170 тысяч увеличить военную группировку. Плюс надо их же где-то взять. Потому что они не могут выполнить задание Путина выйти на миллион 320. То есть реально у них сегодня, да, где-то 1300, 300, там может чуть больше, это срочники, да. Вот то, что дал этот самый Сирский, это не проблема как бы высчитать. Вот эта группировка на фронте стоит 520 тысяч, но ее все время уничтожают. Вот 300 и 520 это 820, ну пусть всего 900. А Путин говорил миллион 320, но они не могут выйти на эту цифру. Они уже, надо же, надо чтобы были военные части стояли по всей территории Российской Федерации. Они не могут ее все обнажить, да, пограничники, да, там еще всякие подразделения, но должны стоять вооруженные части. То есть если сосредоточить, как он говорит, всю армию здесь, на границе с Украиной, то тогда фактически, по сути дела, вся территория Российской Федерации не защищена. И туда можно свободно заводить экспедиционные армии. Армия, группировка 100 тысяч, она пройдет как нож в масло в российскую территорию, хорошая, подготовленная. Потому что там, значит, некому оборонять рубежи страны. Никто про это не думал. Плюс вся экономика страны работает сегодня на бойню в Украине. И чем больше они увеличивают эту армию, тем больше надо денег. Уже минимум 50% всех расходов бюджета идет на бойню в Украине. 50%. Вдумайтесь в эту безумную цифру. Куда еще он поднимать будет? То есть в Сирске сразу видно, что человек абсолютно далекий от, не то что даже, политической экономии или макроэкономии финансов. И вообще от всех науки про логистику, про товарное обеспечение, про перевозки и все остальное. Он далек даже от маленькой арифметической, конкретных экономических задач. Он совершенно не в теме. Совершенно не в теме. Он мыслит просто оловянными солдатиками, золотые мои. Это Гордиану он такое интервью дает. Гордиану. Но Держава-Морья это подходит. Туманному Альбиону это супер, слышите. Дальше. Он говорит, воевать будем вообще. Воевать и воевать. Не переживайте. Делайте себе прайды, делайте фестивали, делайте все, что вы хотите. Отдыхайте, развлекайтесь. Ночные клубы, девочки, мальчики по Лондону, по Ливерпулю, Лидсу, Манчестеру. Все хорошо. Украинцы будут поливать своей кровью вашу прекрасную, такую, скажем, жизнь гедонистов. Те, кто все время развлекаются. Украинцы готовы сдыхать и дальше, миллионами людей, терять свое жилье, бизнесы, квартиры, машины, чтобы вам, жителям США и жителям Туманного Альбиона, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Венгрии, Словакии, Чехии, Италии, Португалии и всем остальным Франциям, Испаниям, было как можно лучше жить. Пока украинцы будут сдыхать. Вот и все. Вот его главный месседж Сирского для золотого миллиарда, что он передает. Меня теперь интересует вопрос, а вы, граждане Украины, с этим согласны? Сдохнуть за интересы золотого миллиарда и их менеджера, вот, товарища Сирского. Или нет? Но перспективы никакой нет. То, что он сказал, это просто называется дорога в один конец в белых тапочках с белой простынью на кладбище. Вот такой бы я вам сделал небольшой анализ. Но и у Путина дела очень плохие. То есть он уже надорвал свою систему экономическую. И теперь, как этот Дугин говорит, надо все запретить, в том числе КВН, и оставить только хороводы. То есть, чтобы московиты водили только там хороводы. Путин во главе или Адугин в конце. Хороводы будут водить. Блин, конечно. Что там, что тут, во главе стоит один денатурат. Слов нет просто. Мы с Олегом Соскиным. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok